Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени прямой эфир через перископ и подводим итоги прошлого дня, строим, собственно, и корректируем инвестиционные идеи и обозначаем самые интересные инфособытия, которые на повестке предстоящей торговой сессии. Друзья, по ряду инструментов, сейчас анализирую динамику, не все так плохо. Мы видим то, что и нефть, собственно, у нас вернулась к коррекционной динамике. Я надеюсь, что она будет подхвачена и дальше. Мы снова будем наблюдать бренд ниже 48 долларов за баррель. Сейчас следом должна пойти и российская валюта, ну, а в плане девальвации. Вот только доллар немного нас разочаровал, хотя пока что мы с вами держимся выше отметки 112. Ну, в принципе, диапазон хода не очень велик у этой валютной пары. Понимаем то, что, ну, хочется верить, что доллар копит силы для того, чтобы показать более высокие ценовые значения. И не очень приветствует, опять же, то давление, которое периодически на него оказывается. Обо всем мы поговорим подробнее. Сегодня я сразу акцентирую ваше внимание, что событие номер 1, 2 и 3 – это статистика по Англии. Мы следим за британцем. Он центровой актив, поскольку на него приходится самый интересный новостной фон. Если не обратили внимание, сделайте это, пожалуйста, потому что в 11.30 у нас данные по инфляции – это важнейший сейчас индикатор английского рынка в плане статистики, потому что мы знаем, что от этого индикатора пляшут очень много следствий для экономики, начиная от активности домохозяйства и кончая, собственно, показатели экономического роста. Мы знаем то, что и от данных по инфляции зависит позиция, собственно, Банк Англии касательно процентных оставок. Ну и, безусловно, говоря про Афунт, мы должны работать с фундаментом и новым обновленным новостным Афоном, касающимся переговорческого процесса по Брэкзиту, поскольку первый раунд переговоров запланирован как раз на эту неделю. Тоже, друзья, поговорим и об этом. Ну, а что касается нефти, класс вчерашнего дня – 48.36, оттолкнулись мы от полтинничка, это хорошо, не преодолели этот уровень, хотя все может быть в ближайшее время, поскольку у нас на повестке сегодняшней и завтрашней торговой сессии статистика по запасам нефти США и по объему добычи. Но, руководствуясь, опять же, трендами и тенденцией последних недель, все-таки эти отчеты были больше на лапу медведей, поэтому, может быть, и эта неделя также не станет исключением и только усилит этот коррекционный настрой. Анализируя, подводя итоги вчерашнего торгового дня, да, закрытие на отрицательной территории, но в ходе азиатской сессии, даже большей части европейских торгов, мы видели, как участники рынка пытались вытащить этот инструмент на положительную территорию, используя фундаментальную поддержку прошлой недели. На что делался акцент? Акцент делался на то, что данные по Китаю оказались положительными для рынка нефти, поскольку рост загрузки активности нефтеперерабатывающих заводов в Китае стал довольно-таки значительным за последние периоды, увеличился примерно на 2-3%, что отражает очень высокие показатели внутреннего спроса. Плюс ко всему, Китай сообщил о том, что в первом полуголе 2017 года они увеличили импортные поставки примерно до 8,5 миллионов, это в процентной эквиваленте рост около 15%. Также трейдеры обратили внимание еще на поддержку со стороны замедления темпов роста числа нефтяных терминалов штата. Об этом сообщил отчет нефтеселесной компании Baker Hughes. Напоминаю то, что это релиз пятницы прошлой, количество внутренних терминалов выросло все-таки снова на всего лишь, как говорят многие, а сейчас 2 единицы до 765. Ну да, это более скромные темпы роста, нежели те, которые мы наблюдали до этого. И кто-то даже провел историческую параллель, потому что это самый, вот за последний месяц мы наблюдаем самые низкие темпы роста числа терминалов, самые минимальные с 2016 года, чуть ли не осначала. Друзья, это не имеет никакого значения. Рост он и в Африке рост, поэтому акцент нужно делать именно на это. То, что увидел, если на 7, на 6, на 5 или на 50, в целом особой роли не играет. Асланцевые производители сохраняют очень высокие показатели активности, и этот тренд, уверен, будет неизменным и дальше. То есть вот этот фундамент поначалу, в первой половине торговой сессии использовался трейдером в качестве позитивного. Ну вот, как вы знаете, уже по результатам дневных результатов, этот позитив не удалось рынку нефти закрепить и сохранить до окончания торгов. Поскольку на настроение трейдеров повлиял уже следующий релиз, это прогноз, который мы ждали от администрации инотической информации по объемам сланцевой добычи нефти США. И я не сомневаюсь, что мы получим по цифрам то, что хотим получить, потому что администрация инотической информации уже так ранее сигнализировала о том, что активность сланцевых производителей остается на очень высоком уровне. Так вот, друзья, по прогнозам, в августе мы ожидаем дополнительный прирост добычи примерно на 113 тысяч баррель. Соответственно, общая сланцевая добыча вырастет до 5,58. Основной упор делается на 5-6 основных месторождений, самый главный из них это Пермь. Я считаю то, что действительно там стоит, может быть, ожидать больших объемов выработки. То есть, используя, опять же, и анализируя динамику последних недель, за последние две недели плюс 140 тысяч объема сланцевой добычи, эти планы более чем консервативные и, самое главное, эти планы уже с таким предвосхищающим, опережающим настроем будут полностью нейтрализовывать и нивелировать положительные ожидания и отклик трейдеров на доклад Международного энергетического агентства, которые на прошлой неделе сообщили нам о потенциальном росте спроса на нефть на 100 тысяч баррель. То есть, этот показатель одними Соединенными Штатами Америки, не то чтобы перекрывается, предложение начинает даже превалировать снова над спросом, и мы выходим на нашу старую добрую проблему, исходя из которой для рынка нефти нету какого-то, скажем, безоблачного будущего. Напротив фундамента позволяет нам и дальше каждый день сквозь пальцы смотреть на вот эту положительную динамику, потому что мы не уделяем ей какого-то особого статуса, способного перерасти в нечто большее, нежели как косочный всплеск интереса. Мы знаем то, что это часть развития тренда, периодические откаты, которые не могут перерасти в новый тренд, в данном случае для рынка нефти восходящий, без должной и стоящей фундаментальной поддержки. А пока ОПЕК не решился на большие объемы по ограничению коррекции добычи, пока Ливии и Нигерии не сообщили о том, что они замораживают как минимум производство на текущих уровнях, или даже сокращают, мы не будем искать возможности для покупки. Ну, по крайней мере, я, друзья. Поэтому рекомендую вам сохранять короткие оппозиции и ждать поддержки в рамках этой недели еще и от наших старых добрых релизов. Это данные от API, потом статистика от администрации литератической информации по объемам, так очень неспроста, я делаю акцент на этот счет, потому что, скорее всего, запас снова снизится, отражая ситуацию с повышенным спросом на топливо в летний сезон. И статистика Бейкер-Хьюз, это традиционный отчет, который замыкает неделю, будет уже, по-моему, пятой недели подряд нового, формирующегося тренд в увеличении числа терминалов. Рубль 59.30, через 20 минут стартуют торги, думаю, что поспешит отыграть, опять же, слабость нефти, поэтому не сомневаюсь, что сегодня мы снова окажемся в районе 60 рублей против американцев. Евро против доллара никак не хочет уступать поддержку 1.15, локальный хай у нас был даже выше 1.15.20, сейчас котировки примерно 1.15.27. Я думаю, что трейдеры в преддверии заседания Европейского центрального банка пытаются выжать максимум, что только возможно выжать на спекулятивных ожиданиях, что произойдет с монетарной политикой. Да, это рискованная торговля, ну, сейчас, наверное, в принципе, во всем инструментах торговли крайне рискованно, учитывая то, что мы не просто находимся в каких-то коридорах, а мы котируемся на локальных экстремах, где-то минимальных, где-то максимальных. И эти экстремы, они чреваты сохранением очень мощного импульса продолжения динамики. В данном случае есть действительно позиция, что евро будет стремиться в район 1.17. Я, друзья, вам рекомендую все-таки пока не торопиться с длинными позициями, дождаться заседания Европейского центрального банка, послушать, что у нас будет известно по перспективам денежно-кредитной политики, а только после этого принимать решение, потому что основная власти, безусловно, придется на этот день. Считается то, что евро может показать дневную динамику в рамках четверга самую крутую за последние несколько месяцев. Я разделяю эти предположения, поскольку такой насыщенный фонд, который мы ожидаем, он требует соответствующей мощной реакции. У нас не просто заседание Европейского центрального банка, у нас заседание, к которому трейдеры подошли с избыточным, на мой взгляд, ожиданием того, что политику будут нормализовать. То есть ИЦБ может анонсировать выход из-за стимулов через повышение процентной ставки и сокращение баланса, то есть отказ от ряда активов, которые находятся в ассортименте покупаемых облигаций. Это все возможно, но я напоминаю последние слова Драги еще во время его выступления в Португалии, когда он отметил лишь допущение действия более длительного тех стимулов, которые уже используются в рамках Европейского центрального банка. И эти допущения были основаны на более низкой инфляции, которая, судя по отчетам вчерашней торговой сессии, по-прежнему актуальна, то есть как проблемы для всей еврозоны. Безусловно, окончательно будет ясно только в четверг, есть ли намеки дождаться изменения монетарной политики, либо есть ли какие-то основания для этого. Либо трейдерам придется смириться с тем фактом, что Европейский центральный банк не будет авторить решением ФРС и Банка Канады относительно более жесткой монетарной политики. Останется ли верен своему прежнему вектору, который, на мой взгляд, и стал основной причиной улучшения макроэкономической картины. Если вы сейчас, друзья, хотите потроговать европейской валютой, я, как вы наверняка уже догадались, я коммендую вам, исключительно сцел, особенно с текущих уровней, которые являются максимальными за больше, чем 12 месяцев. То есть такие, конечно же, моменты нужно использовать на финансовых площадках, особенно в преддверии интересных событий. Доллар японская иена, вот, к сожалению, никак не может обрести достаточной силы, чтобы снова претендовать на тестирование сопротивления 114 нен против доллара. Вчера, собственно, настроения трейдеров были испорчены тем, что ряд сенаторов, а именно Майкл Ли и Джерри Моррен сообщили о том, что не будут поддерживать законопроект по поводу реформы здравоохранения. Это молния новости, безусловно, потому что без Ли и Моррен у республиканцев снова не будет большинства, поэтому мы сейчас должны, наверное, уже смириться с тем фактом, что с реализацией реформы здравоохранения будет не все так гладко и хорошо, как нам хотелось. То есть мы еще в понедельник верили в то, что эту реформу смогут протащить вот в ближайшие месяцы-полтора, пока ситуация остается неопределенной. Ну, конечно же, все может измениться, собственно, так же, как и может измениться позиция Ли и Моррена, но пока нам приходится работать с негативом. Поэтому, друзья, я хочу обратить параллельно внимание, с учетом такой новостной поддержки фонда еще на американский фондовый рынок, все-таки сейчас мы находимся на очень высоких значениях по S&P, 1455,8 пункта, но это, считайте, исторические максимумы. Я рекомендовал вам вчера занять длинную позицию. Давайте все-таки повременим с этим и выйдем, пока, из расположения американской фонды, поскольку могут вот сгущаться тучи, которые останутся причиной распродаж американской фондовой секции. Давайте подождем больше конкретики по поводу реформ и поживем немножко еще в сезоне корпоративных отчетов, потому что в рамках вчерашней торговой сессии, собственно, трейдеры обратили внимание на слабость финансового сектора США, поскольку ряд банков, а именно Сити, Дж.П. Морган и Wells Fargo не оправдали ожидания экспертов рынка по результатам хозяйственной деятельности в прошлом квартале, показав более худший результат. Это может быть подхвачено и прочими банками данного сектора и привести к еще большим потерям финансовых, скажем, конгломератов и обернуться, разумеется, откатом для тех индексов, которые очень завязаны, опять же, на благосостоянии этого сектора, но S&P он один из них, конечно же. А в целом по квартальным отчетностям ожидания очень неплохие. Считается, что во втором квартале в годовом выражение прибыли могли вырасти больше, чем даже на 8%, но пока в это особо не верится. Друзья, мы вернемся еще к американскому фондовому рынку, когда появятся достаточно позитивных новых аргументов, чтобы его покупать. Поэтому давайте все-таки не будем сейчас рисковать, особенно на фоне очередного холда, на который встал законопроект реформы здравоохранения. Надеюсь, что вы меня поймете. Что касается доллара японской иены, то дальше для американца определяющими будет риторика Европейского центрального банка и риторика Банка Японии в этот четверг. То есть все эти события у нас позже. Мы их, безусловно, проанализируем, посмотрим, но будем все-таки искать также поддержки для доллара и надеяться, что американская валюта сможет выкарабкаться с текущих значений. Вот поддержка 112 пока работает, не будем негативить и ставить на то, что пара окажется ниже. Фунт против доллара сегодня, безусловно, основной герой, поскольку в 11.30 будут публикованы данные по инфляции Англии. Это очень важный отчет. В целом я напоминаю то, что фунт, даже несмотря на рост, который был показан в последние дни, сохраняет с собой статус саундсайдер рынка, фунт способен продемонстрировать существенное ослабление за очень короткие промежутки времени. При этом давление на британцев будут оказывать как статистика, так и, собственно, очередные трудности, которые могут возникнуть в ходе переговороческого процесса по Брэкзиту. Напоминаю то, что первый раунд этих переговоров уже запланирован на эту неделю. А что касается статистики, то мы помним, двумя неделями ранее у нас была возможность проанализировать активность строительства, промышленности и в сфере услуг. Статистика указала на очевидный спад во всех секторах и стала сигналом такого же замедления экономического роста таким фундаментом, который выстроился и который мы должны уже иметь в виду, настраиваясь на более скромные показатели экономического восстановления. Больше внимания сейчас, конечно же, к инфляции. Инфляция давно вошла в стадию неконтролируемого роста. Инфляция вследствие слабого валютного актива, то есть слабости фунта постфактума Брэкзита прошлого июня, референдуму о выходе Англии из состава Европейского Союза. Инфляция, вся эта ситуация усугубляется тем, что инфляция опережает динамику роста зарплат, что приводит к снижению доходов домохозяйства, сказывается на потребительской активности и, соответственно, формирует условия, в которых английская экономика лишается основного катализатора для собственного расширения, это потребительской активности. Вы про это тоже ни в коем случае не забывайте. Если сегодня, друзья, мы увидим рост индекса потребительских цен в 11.30, свыше 3%, вероятность крайне высока, я думаю, что не отреагировать слабостью фунт на это просто не сможет, потому что инфляция свыше 3% это тот показатель, который позволит нам оперировать цифрами и говорить о том, что английская экономика по итогам 2017 года не сможет показать экономическое расширение даже в диапазоне 1%, что является ничтожным показателем для такого развитого рынка, как Англия. Очень слабые цифры в формате ожиданий сейчас должны подразумеваться вами в торговле британцам и даже несмотря на тот рост, который мы наблюдаем в последние дни, вы все-таки можете быть уверены в том, что фунт это вряд ли сохранит вот эту положительную тенденцию дальше. Я рекомендую придерживаться коротких позиций, сам я, собственно, этого и делаю. Также еще хотел отметить австралийца. Австралийца, безусловно, сейчас показывает чудеса восходящего движения. Сначала мы говорили про поддержку со стороны Китая, благодаря сильным данным. Сейчас считается то, что австралийца растет уже благодаря протоколам, которые вышли сегодня утром. Хотя, действительно, в ходе протоколов были отмечены ожидания более сильных показателей по экономическому росту, потребительской активности, но все же Резервный банк Австралии подтвердил то, что дорогая валюта будет затруднять этот переходный процесс и реабилансировку всей экономики. Но почему-то на эту формировку австралийца абсолютно никак не отреагировала. Возможно, мы, как и в прошлый раз, будем иметь дело с отложенным эффектом, но сейчас, наверное, уже на это рассчитывать не стоит. Поэтому, если австралийца против доллара со текущих котировок 0,78, 0,85 у нас окажется выше 0,79 и закрепится в рамках торгов, нужно будет смириться с тем, что этот актив уйдет еще выше. Потому что пока что ему удается всячески игнорировать динамику, которая складывается на рынке сырьевых активов и удается не видеть, не замечать тех все-таки негативных факторов, которые на рынке присутствуют. На вот этих ожиданиях австралийц может забраться еще выше. Мы продолжим следить за ситуацией с этим активом. Как только появятся уже более-менее интересные уровни, чтобы вернуться к продажам, я о них вам условно расскажу. Друзья, из важных отчетов сегодня в 11.30, спустя получается час 40, мы ждем с вами данные по инфляции. В 16.30, резюмируйте все это по Англии, будет Карни, председатель британского регулятора. И в 20.30 у нас статистику по запасам по версии API. Также не нужно ее пропускать. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, можете оставлять их на форуме о маркетсе и на канале на YouTube. Желаю вам хорошей торговой сессии, собственно, как и всей недели. Контролируйте риски, поскольку это ключевое напутствие с моей стороны и самый, наверное, правильный подход, к которому можно прибегать и который необходимо использовать в условиях таких волатильных торгов, как сейчас. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.